ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 2 4 апреля 1950 года в селе Гиско, что находилось неподалеку от города Бендеры, Молдавской ССР, начиналось как обычно. Немногочисленные ученики торопились в единственную в округе семилетку. Учитель начальной военной подготовки тоже спешил в школу. В руках он нес небольшой сверток. Кто-то спросил у него, что в бумаге. Тот ответил, подарок для Наташи. Во время урока литературы Вейнрук забежал в класс, где в тот момент шел урок. Он схватил учительницу Наталью Дмитриевну Донич и опустил взрывчатку на пол. Бигфордов шнур уже был заранее подожжен. Мужчина велел детям покинуть помещение, однако школьники сделать этого не успели. Шнур сгорел слишком быстро. Причина чудовищного поступка педагога оказалась банальной. Незадолго до трагедии учитель НВП начал встречаться с той самой Натальей Дмитриевной Донич, на урок которой он ворвался с бомбой. Хорошо собой была Наталья Дмитриевна Донич. Дети обожали преподавательницу русского языка и литературы. Добрая никогда голос не повысит, а стихи читает. Заслушаешься. Родители учеников жалели женщину. Такая молодая, а уже вдова. Муж погиб на фронте. Донич приехала в село с маленьким сыном и мамой уже после войны, чтобы быть поближе к брату, военному летчику. Он служил в Тирасполе. Казалось, эта история просто обречена на счастливый конец. Двое полюбили друг друга, встречались. За ними сочувственно наблюдало все село. Но страдавшимся от войны и смертей людям так хотелось, чтобы у этих двоих было все хорошо. Уже почти назначили день свадьбы, но не сложилось. Наталья Дмитриевна узнала, что у военрука в Казани уже есть жена и сын. Она не смогла простить любимому человеку обмана и порвала с ним. Военрук долго вымаливал прощение. Встречал по утрам. Ходил тенью, пытался лишний раз попасться на глаза. Не помогло. А потом, недаром говорят, что от любви до ненависти один шаг. Он решил мстить. Мужчина впал в ярость и принялся заспать возлюбленную письмами угрожающего содержания. Но Наталья была непреклонна. Тогда учитель выкрал в Досаафе, где он также работал, взрывчатку и принес ее в школу. События того страшного дня оставались под грифом «Секретно» до начала нулевых годов. Их удалось восстановить только благодаря воспоминаниям очевидцев, на основании которых журналист и прозаик Николай Федорович Корытник написал книгу «Взорванная любовь». 12 килограммов тола разрушили школу, построенную из саманного кирпича, почти полностью. В результате взрыва и обрушения здания погибли 22 человека, из них 20 детей и двое педагогов. Учительница Наталья Дмитриевна Донич и завуч Николай Иванович Данилов. На самом деле в тот день умер и еще один преподаватель, тот самый, который принес в класс взрывчатку. Однако односельчане решили навсегда вычеркнуть из истории того, кто одним махом отнял столько человеческих жизней. Именно поэтому на камне, установленном позже, в 2007 году, в память о трагедии, имя военрука не значится. Вот такая история произошла 68 лет тому назад. История поясня берет за душу. Из-за неразделенной любви погибло 22 человека. 22 смертника стали невинными свидетелями той страшной катастрофы. Вот до чего доводит душевная болезнь под названием любовь. С вами была Война Техник 2. Всего вам доброго. Увидимся в следующем выпуске на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова